Народные гуляния объявлены в железнодорожном районе Хабаровска. Здесь открылся ледовый городок. Водить хороводы вокруг зелёной красавицы можно будет в круглосуточном режиме. И днём, и вечером на площадке будут играть новогодние музыкальные хиты. Это, конечно же, каток, лабиринт, это ледовые горки. Помимо ледовых горок есть ещё горочки у нас железные, которые мы тоже заливаем. Почётное место на ёлке заняли игрушки победителей городского конкурса. Ракеты, чебурашки, ананасы и, конечно, главный символ наступающего года. Во-первых, год собаки, и у неё на шее есть оранжевый бантик. Год жёлтой собаки. Я сразу поняла, что у меня лучше получилось. Ну и ещё я одна из своего класса участвовала. Там и осень, и зима вместе. На кукле на волосах сухие листья и шишки. Я одел бороду ему, приклеивала все усики и набивал её. А мама сшила её. Веселиться на Ледовую площадь Дед Мороз со Снегурочкой приглашают не только детей. Всю зиму здесь будут проходить народные гуляния и праздники. Ирина Фостовец, Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События. За советом к прокурору. В Хабаровске сотрудники прокуратуры встретились с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Многодетные родители смогли получить консультацию по наболевшим вопросам. Такие неформальные встречи, по словам специалистов, помогут в будущем предотвратить возможные правонарушения. Мы видим же всевозможные резонансные происшествия и преступления. И когда начинаем разбираться уже, то понимаем, что в каких-то случаях где-то кто-то недосмотрел, кто-то недоглядел. В прокуратуру Хабаровска в этом году поступило порядка 4000 обращений. Это примерно на 10% больше, чем в прошлом. Большинство многодетных и трудных семей приходят разрешать жилищные вопросы. Как правило, это жильцы домов ветхого фонда, а также те, кто вовремя не оплатил коммунальные услуги. Приставы, когда арест накладывают, проблема существует в том, что в банке нет никаких пометок на счете. О том, что этот счет именно детские пособия приходят. Не сняли 5000, я дала бумажку, то есть получаю только детские. Справку и брала. Регулярно поступают заявления и от детей-сирот. По статистике, только за первое полугодие уходящего года специалистами Краевой прокуратуры выявлено более 2300 нарушений в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. Детский сад совсем нужен? Нет, мне нужен, получается, детский сад. Дочке 4 года и сыну 1,5. На встречу с семьями пришли специалисты прокуратуры со всех районов города. В преддверии наступающего Нового года детям подарили подарки. Подобные родительские приемные в будущем станут традиционными. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. История любви длиною в 65 лет. Юбилей отмечают сегодня в филиале номер один детской библиотеки Хабаровска. Небольшой коллектив, здесь работают всего 9 человек, исправно снабжает книгами больше 5000 маленьких читателей Краснофлотского района. Поздравить коллег с праздником заглянула и Нина Черных. Она проработала в этой библиотеке почти 50 лет. Большую часть из них заведовала филиалом. Стеллажи с книжками, это такая любовь, понимаете. Это среди, как говорил Карла Марш, люблю рыться в книгах. Так и мы, библиотекари, мы любим книги, и мы любим их перелистывать, листать, ребятам предлагать. Любит книги и нынешняя заведующая Ольга Карабанова. Уже больше 30 лет она, как сама признается, верна системе книжного дела. В ее лице Хабаровск потерял медицинскую сестру, но приобрел прекрасного библиотекаря. Во-первых, работа с детьми очень интересная, живая. Когда работаешь с детьми, сам окунаешься в это детство, и такое вот состояние душевное, хорошее, что ты что-то детям можешь дать, что-то показать. Сегодня библиотека уже не только место, где можно полистать интересную книжку в читальном зале или взять ее домой. Она становится центром духовной и информационной культуры. Здесь проводят творческие встречи и утренники устраивают живые уроки истории совместно с Хабаровскими клубами реконструкции. Они еще и работают над нравственным воспитанием детей, над патриотическим воспитанием детей, и создают такой огромный, огромный патриотический стержень в нашем замечательном Краснофлотском районе. Даша Кармацкая пока только дружит с книжками. В детской библиотеке Краснофлотского района она частый гость. Любимые истории про колобка, ежика в тумане и красную шапочку девочка читает маме и бабушке. Ну, мне в колобке нравится сам колобок, а в красной шапочке то, что конец хороший. Основные расходы по содержанию муниципальных библиотек сегодня несет бюджет города. Ежегодно на приобретение книг и периодических изданий выделяется примерно 3 миллиона рублей из городской казны. Дважды в год из Москвы приходят более 9 тысяч экземпляров, которые распространяются между всеми 11 филиалами детских библиотек. Дмитрий Павленко, Наталья Чернышова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Хоккеисты Хабаровского Амура, которым совсем чуть-чуть не хватает до попадания в заветную серию плей-офф, на своей площадке встречались с рижским «Динамо», которое в юбилейном 10-м сезоне КХЛ не блещет результатами. То, что хабаровчане сильнее, обозначилось уже на шестой минуте стартового периода. Это Томаш Загорна самостоятельно создал себе момент для броска, сам бросил, сам забил. Вот такой самостоятельный Загорна. Кроме четырех заброшенных шайб, украшением матча стали болельщики рижской команды. По иронии судьбы, болельщики «Динамо» как в иронии судьбы. У нас традиция каждый год куда-то съездить на КХЛ, в эти выездные игры «Динамо» и «Рига». В прошлом году были Омск, Новосибирск. В этом году решили, если ехать, тогда Владивосток, Хабаровск. Мы вчера были в Владивостоке, сейчас в Хабаровске. Конечно, мы не упустили возможности уточнить у европейцев, похож ли Хабаровск хоть немного на старый свет. Нет, не похож. Нет, это российский город, и мне нравятся российские города. Они отличные от Европы, и для меня это важно. Ну, если честно, я скажу, больше на восточный. Потому что там у вас близко Южный Корея, Северный Корея, Япония. Как бы лифты все там в митсубиси стоят. К чести рижан, даже после поражения хабаровчане победили со счетом 3-1, они не стали сетовать на перелет из одной части света в другую. Киевский профессионал должен играть в любое время. Естественно, перелеты и так далее. Мы проводим, в принципе, все время. У нас ночь, наш день, это ваша ночь, и мы практически свет не видим. Это единственный минус. А так, нет, это вообще не оправдание. Что касается хабаровчан, то даже не самая внятная игра в матче с не самым сильным соперником, это не главное. Это отходит на второй план. Конечно, отходят. Три очка, они хоть какие, хоть в безобразной игре три очка, они есть три очка. Следующий соперник хабаровчан Нижегородская торпеда с автозаводцами «Тигры» сыграют в ближайшее воскресенье. Начало в 17.00. А о том, что думают по поводу победы над рижанами Ян Колорш и Олег Ли, мы рассказываем сегодня в программе «Хабаровск спортивный». Сергей Щербаков, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. Кто из нас не вставал в детстве на стульчик, чтобы рассказать стишок или спеть песенку для Деда Мороза? Многие хабаровчане до сих пор помнят выученные в нежном возрасте вирши. Новогодний экспресс в прошлое в исполнении жителей Краевого центра на телеканале «Хабаровск». В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Димой и летом стройная, зеленая была. Ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз своего да дозором обходит владенья свои. Глядит, хорошо ли метели, лесные тропы занесли. Нет ли где трещин, ли щели, и нет ли где голой земли. Ставит белый, что же Дедушка Мороз бедный станет делать? С бороды его тогда тоже станет падать. Потечет ручьем вода, ручейком на пол. Знаешь, забыла? Бедный Дедушка Мороз, миленький, родименький, спрячься, Дедушка Мороз, в нашем холодильнике. У леса на опушке жила зима в избушке, она снежки в соливах в березовой кадушке. Она, что там, сучила пряжу, она откала хосты. И что там? Ночью что-то там. Я вот извиняюсь, там потолок ледяной, дверь скрипучая, под стеклянной, какой-то там под чершавой стеной, тьма колючая, как зайдешь за порог. Всюду ини, а из окон дымок синий-синий. Зимний снег пушистый по нему кружится, и на землю тихо падает, ложится, и на утро снегом поле забелело, будто пеленою все его одело. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, будто серебром на пушистых ветках, белой бахромой принакрыла снегом. О, не помню дальше. Утром кот принес на лапах первый снег, первый снег. Он имеет вкус и запах. Первый снег, первый снег. Он ложится светлый белый у ребят над головой. Растелил плоток, платок пушистый. Что-то там. На мостовой. Новый год нам снится, скоро все случится. А будете эти три белых коня? Да, 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 конечно. Ой, да что вы не помните? Давайте вместе, давайте вместе. Давайте. И уносит меня, и уносит меня в гляжую снежную даль три белых коня, ох, три белых коня декабрь, и февраль. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...